Если так вот наиболее обобщенно, конечно, главный вызов – это задача по созданию справедливой, демократичной международной системы. Мы в одиночку этого сделать не можем. Это процесс объективный. Появились новые центры экономического роста, новые центры финансового влияния. Соответственно, и политического влияния. И международная система должна адаптироваться к тому, что реально происходит в жизни. Это предполагает реформу институтов и тех, которые занимаются международной финансовой системой, валютной системой, международной экономикой. И тех, которые занимаются мировой политикой. Я имею в виду ООН и ее Совет Безопасности. Но самое главное – не просто отразить объективные процессы в структуре тех или иных международных организаций. А самое главное – вести дела в мире сообразно новой обстановке. А это означает выработку таких решений, которые будут поддерживаться всеми ключевыми странами. Хорошие примеры – это урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы, это химическое разоружение Сирии, это создание международной группы поддержки Сирии. За что мы бились очень долго и упорно, поскольку целый ряд государств, напрямую вовлеченных в сирийский конфликт, отказывались приглашать за один стол переговоров, ну, например, Иран. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...